Беседа вторая, 286. Исаак, пожелав некогда вкусить смесь из рук сына, выслал его из дома на ловлю. А наш Исаак, епископ Славян, пожелав принять смесь из наших рук, не нас выслал из дома, но сам притех к нашей трапезе. Что может быть любвеобильнее, что смиреннее его, удостоившего показать соль пламенной любовь и соизволившего так снизойти. Потому и мы, хоть и потеряли и силу голоса, и крепость ног от утренней беседы, увидев отеческое лицо, тотчас забыли слабость, отринули усталость, окрылились радостью, видели светлые седины, и душа исполнилась света. Поэтому и предлагаем трапезу с охотой, чтобы он, вкусив, благословил нас. Здесь нет подлога и обмана, как там. Когда велено было принести одному, а принес другой, нет, мне и приказно принести, и я принес. Благослови же нас, Отец, благословением духовным, которое все мы желаем получать всегда, и которое полезно не только тебе, но и мне, и всем этим предстоящим в храме. Умоли общего нашего владыку, да продлит он жизнь твою до глубокой старости Исаака. Это и для меня, и для этих дороже и необходимые росы небесной и тука земного. Но время уже предложить трапезу. Какая же она? Это остатки того, о чем недавно сказано было, к вашей любви. Мы все еще ведем слово о дьяволе, которое начали за два дня перед ним, которое и ныне, утром, предложили готовящимся к крещению, когда беседовали с ними об отречении от дьявола и сочетании со Христом. Делаем же это не потому, чтобы нам было приятно говорить о дьяволе, но потому что учение о нем доставляет нам безопасность. Он враг и неприятель, а ясно знать о врагах весьма нужно для безопасности. Мы сказали недавно, что он не побеждает людей ни силой, ни жестокостью, ни принуждением, ни насилием, потому что если бы это было, он всех погубил бы. И в доказательство этого мы привели свиней, над которыми демоны не осмелились показать свою злобу прежде позволения Господа. Указали нас тогда волок и овец Иова, потому что этих дьявол не осмелился истребить, пока не получил власти свыше. Итак, мы узнали, во-первых, то, что дьявол не одолевает нас ни силой, ни принуждением. Затем во-вторых присовокупили, что хотя и он одолевает обманом, но и то не всех. И в пример этого опять представили мы самого подвижника Иова, против которого сколько ни строил дьявол козьми, однако же не одолел его напротив, сам был побежден и отступил. Остается еще один вопрос. Какой же это? Говорят, что если дьявол не побеждает силою, так хитростью, а поэтому лучше было бы истребить его. Пусть его победил, зато Адам был обольщен и приткнулся. А если бы дьявол однажды навсегда был уничтожен, то и Адам не пал бы некогда. Теперь же, оставаясь дьявол, побеждает одним, а одолевает многих. Его побеждает десять, а он одолевает и поражает тысячи. Тысячи эти не погибли бы, если бы дьявол был совсем уничтожен. Что же скажем на это? Во-первых, то, что побеждающие гораздо больше и достойны чести, чем побеждаемые. Хотя у последних было больше, а первых меньше. Лучше сказано один творящий волю Божию, нежели тысячи грешников. А во-вторых, то, что с уничтожением противника сам победитель терпит от того вред. Если попустишь оставаться противнику, то беспечные терпят вред. Не из-за рачительных, а от своей беспечности. А если уничтожишь противника, то рачительные из-за нерадивых потерпят вред. Не обнаружат свои силы и не получат венцов. 288. Может быть вы еще не поняли сказанного, так нужно сказать об этом пояснее. Пусть будет один противник, пусть будут и два борца, которые должны с ним бороться. Из этих двух борцов один пусть будет расстроенный от пресыщения, преданной беспечности, изможденный, обессиленный. А другой старательный, крепкий здоровьем, постоянно занимающийся в полествии различными упражнениями, всячески изучающий искусство борьбы. Если ты уничтожишь противника, которому из них причинишь вред? Нерадивому ли и беспечному, или старательному, который столько трудился? Не равно, что старательному. Он с уничтожением противника потерпел бы вред из-за нерадивого. А нерадивый и в том случае, когда противник оставался, потерпел бы вред не из-за старательного, потому что пал бы от собственного нерадения. Скажу и другое решение на этот вопрос, чтобы ты узнал, что не дьявол причиняет вред людям, но собственная беспечность невнимательных везде подвергает их падению. Оставим дьявола. Он весьма зол, только не по природе, но по произволу и свободе. А что дьявол зол не по природе, это может узнать из самых наименований его. Он назван клеветником дьявола от слова клеветать, потому что он оклеветал человека перед Богом, сказав, «Разве даром Иов чтить тебя, но простри руку твою и коснись всего, что есть у него? Прославит ли он тогда тебя?» Оклеветал опять и Бога перед человеком, и сказав, «Огонь пал с неба и пожрал овец». Он старался уверить его, будто война этого сгорелась свыше, с небес, и вооружил раба против владыки, и владыку против раба. А вернее сказать, не вооружил, но покушался, только не успел вооружить. Так, когда увидишь, что и другой раб поставит против Господа, Адам против Бога, и верит клевете дьявола, то знаешь, что дьявол получил успех не от своей силы, но от беспечности и нерадения Адама. Вот почему он назван дьяволом, клеветником. Но клеветать и не клеветать не от природы, но есть такое действие, которое бывает и перестает быть, является и исчезает. И такие действия не входят в состав ни природы, ни сущности. Знаешь, что для многих непонятно это слово о сущности и случайностях. Впрочем, есть и такие, которые способны слушать и более тонкие рассуждения. Потому мы и сказали это. Хотите, перейду я к другому, наименованию дьявола. Увидите, что и оно есть наименование ни сущности, ни природы. Дьявол называется злым, а злость не от природы, но от произволения. Потому что и она, то бывает, то перестает. Вот не говори мне, что злость всегда есть в дьяволе, и в нем она не была вначале, но явилась после. Почему и называется он отступником. И хотя много есть злых и людей, но он один по преимуществу называется злым. Почему же так называется? Потому что он, не потерпев никакого зла от нас, не имея повода винить нас ни в малом, ни в великом, а только увидев человека в честь и тотчас позавидовал его блаженству. Что может быть хуже этой злости, когда возникает вражда и война без всякой благовидной причины? Итак, оставим дьявола и выведем на сцену тварь, природу, чтобы ты познал, что не бывает дьявол виной наших грехов, если только мы захотим быть внимательными, чтобы ты познал, что слабый волею нерадивый и беспечный человек и без дьявола падает и низвергается во многие пропасти греха. Дьявол зол, знаю это и я, знают все, но внимает тщательно тому, что будет сказано теперь. Это немаловажный предмет, но такой, что о нем говорят многие часто и во многих местах. О нем великое расприя и война не только у верующих с неверующими, но и у верующих с верующими. А это весьма прискорбно. 289. Итак, все, как я сказал, все признают дьявола злым. Что же скажем об этой прекрасной и чудной твари в природе? Уже ли тварь зла? Но кто столько нечестив, кто столько безрассуднен и безумен, чтобы опорочить тварь? Итак, что скажем о ней? Она не зла, напротив, прекрасной, служит доказательством Божьей премудрости, силы и человеколюбия. Послушай, как удивляется ей пророк, когда говорит, как многочисленные дела Твои, Господи, все соделал Ты премудро. Салом 103.24. Не стал он исследовать каждое дело Божие по рознь, но по них перед непостижимой премудростью Божией. А что Бог создал тварь, столь прекрасной и величественной, с благой целью? Послушай, как говорит некто. Величие красоты в создании сравнительно познается виновник бытия их. Премудрость Саломона, 13.5. Послушай Павла, который говорит, невидима его вечная сила его создания мира через рассматривание творений видимы. Тот и другой словами своими указали на то, что тварь руководит нас к Бога по знанию, что она помогает нам познавать Господа. Что же, если увидим, что эта самая прекрасная и чудная тварь бывает для многих причиной нечестия, уже ли станем винить ее? Никак. Напротив, винить должны мы тех, кои не воспользовались, как должно, лекарством. Как же стала причиной нечестия эта тварь, руководительница к Бога по знанию? Амрачилось, говорит Писание, несмысленное сердце, их называя себя мудрыми, а безумели и стали служить твари вместо Творца. Здесь является на сцену отнюдь не дьявол, отнюдь не демон, но одна лишь тварь, учительница Бога по знанию. Как же сделалась она причиной нечестия? Не по своей природе, но от беспечности невнимательных. Что же, не уничтожит ли нам и тварь, скажи мне? Но что говорить о тваре, перейдем к нашим членам. Найдем, что они бывают причиной гибели, когда мы невнимательны, не по собственной природе, но от нашей беспечности. Смотри, глаз дан для того, чтобы ты, взирая на тварь, прославлял владыку. Но если ты нехорошо станешь пользоваться глазом, он бывает для тебя виновником любодеяния. Язык дан для того, чтобы ты прославлял, чтобы хвалил Творца. Но если ты не имеешь надлежащей внимательности, он бывает у тебя виной в богохульство. Руки даны для того, чтобы ты воздевал их на молитву. Но если ты не воздержан, то простираешь их на хищничество. Ноги даны для того, чтобы ты стек на добрые дела. Но если ты беспечен, то пойдешь ими на худые дела. Видишь, что слабому все вредит. Видишь, что слабого и спасительное лекарство подвергают смерти, не по собственной их природе, а по его слабости. Бог создал небо, чтобы ты, подивившись делу, рук его, поклонился владыке. Но иные, оставив Творца, поклонились самому небу. А это от их неразумия и неразумия. Но что говорить о тваре? Что может быть спасительнее креста? Но этот крест для слабых сделался соблазном. Ибо слово о кресте для погибающих есть юродство. А для нас спасаемость – сила Божия. И опять проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, для еленов – безумие. Что может быть учительнее Павла и апостолов? Но эти апостолы для многих были запахом смертоносным. Почему и сказано, для одних запах смертоносный на смерть, а для других – запах живительный на жизнь. Видишь, что слабый и от Павла получает вред, а сильный и от дьявола не терпит зла. Хочешь, предложим слово и о Христе. Что сравнится с тем спасением? Что благотворнее того пришествия? Но это спасительное благотворное пришествие для многих послужило к умножению наказания. На суд, говорит Спаситель, пришел я в мир, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Что говоришь? Свет сделался причиной слепоты. Не свет сделался причиной слепоты, но слабые очи души не могли принять света. Видишь, что слабый от всего терпит вред, а сильный от всего получает пользу, потому что везде вино и произволение, везде властвует воля. А дьявол, если хочет знать, даже полезен нам. Только бы мы умели обращаться с ним. Тогда он доставляет нам многие выгоды и немаловажные приобретения. Это многократно доказали мы и примером Иова, но можно тоже узнать и от Павла. Когда он писал о кровосмертнике, он так говорил, предать такого сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. Вот дьявол взялся виновником спасения, только не по своей воле, но по искусству апостола. Как врачи берут змей и, отсекая у них вредные части, приготовляют из этих ядовитых животных лекарства. Так поступил и Павел. Из причиняемого дьяволом страдания он взял, что только было полезно, а прочее оставил. И чтобы знал ты, что здесь дьявол не виновник в спасении, напротив, старался погубить и поглотить человека, но что апостол своей мудростью сокрушил ему челюсть. Послушайте, что говорит он апостол о том же кровосмертнике во втором послании к коринфянам. Окажите к нему любовь, чтобы он не был похищен чрезмерной скорбью, ибо нам небезызвестны умыслы сатаны. То есть поспешим исчезти человека из челюсти зверя. Апостол часто пользовался дьяволом, как палачом. А палачи наказывают преступников не как сами хотят, но как позволяют судьи, потому что закон для палача наказывать, как велит судья. Видишь, на какое достоинство зашел апостол. Обреченный телом распоряжался бестелесным, как палачом. И что говорит дьяволу об его общих всех владыка? Повелевая так, коснись плоти его, но души его не касайся. Полагай ему пределы и меру наказания, чтобы этот свирепый зверь дьявол не нападал на него и его слишком нагло. Тоже делает апостол. Предавая блудника дьяволу, он говорит во измождение плоти. То есть души его не касайте. Видишь, власть раба. Не бойся же дьявола, хоть он и бестелесен, потому что он пал, а нет ничего слабее павшего, хотя бы он не был обречен телом. Равно как и нет ничего сильнее, имеющего дерзновение перед Богом, хотя бы он обречен был в смертное тело. 291. Все это сказано мною теперь не для того, чтобы дьявола освободить от обвинений, но чтобы вас отвести от беспечности. Он сильно желает, чтобы мы вину наших грехов слагали на него, дабы, питаясь этими надеждами и делая всякого рода грехи, увеличивали мы свое наказание и не получили никакого извинения от того, что на него слагаем вину, подобно тому, как не получила и Ева. Но мы не будем делать этого, опознаем самих себя, узнаем свои раны, когда будем в состоянии приложить и лекарства, потому что не знающие болезни нисколько не позаботятся об извлечении недуга. Много согрешили мы, зная это и я. Все мы находимся в репетимиях, однако ж не оставлены без надежды на помилование, не лишены покаяния, потому что стоим еще на поприще борьбы и находимся в подвигах покаяния. Старец ты и достиг крайнего предела жизни, не думай, однако ж, будто отнято у тебя покаяние, не отчаивайся в своем спасении, но подумай о разбойнике, который на кресте спасен. Что короче того часа, в котором он получил венец? Однако ж, этого часа достаточно было ему для спасения. Юноша ты, не полагайся на юность и не думай, что у тебя впереди довольно времени для жизни. Ибо день Господень, как стать ночью, так придет. Для того Бог сделал неизвестную нашу кончину, чтобы мы сделали известную свою заботливость и осмотрительность. Не видишь ли, сколько каждый день похищается преждевременной смертью? Поэтому и вещевает нечто. Немедля добротнись к Господу и не откладывайся дня на день. В тирахах 5.8. Чтобы когда будешь медлить, не погибнуть тебе. Старец запоследует тому вещанию, а юноша этому внушению. Но ты в безопасности, ты богатый, забилуешь деньгами, с тобой не бывает никакой неприятности. Но послушай, что говорит Павел. Но когда скажут «Мир и безопасность», внезапно придет пагуба. Дела наши весьма переменчивы. Мы не властны в смерти, будем же властны в добродетели. Человека любив Господь наш Христос. 292. «Хотите, скажу и о путях покаяния. Они многочисленны, разнообразны и различны, и все ведут к небу. Первый путь покаяния есть осуждение грехов. Скажи мне беззакония твои, и опраждаешься. Поэтому и пророк говорит «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего, и ты просил нечестие сердца моего». Итак, осуди и ты грехи свои. Этого достаточно для Господа к твоему оправданию, потому что осудивший грехи свои не так скоро решится опять впасть в них. Пробуди внутри у себя обличителя твою совесть, дабы там, на судилище Господнем, не иметь в тебе обличителя. Вот один путь покаяния прекраснейший. Есть и другой, не хуже этого, состоящий в том, чтобы не злопамятствовать на врагов, сдерживать гнев, прощать грехи сарабам, потому что в таком случае простятся нам и наши грехи против Господа. Вот и второе средство очистить все от грехов. Если прощаете, говорит Господь, должникам вашим, то простит и Отец ваш, Небесный, вам. Хочешь знать и третий путь покаяния? Это пламенная и усердная молитва, возносимая при том от самой глубины сердца. Не видел ли ты, как та вдавица у милостила жестокого судью? А у тебя владыка кроткий, снисходительный и человеколюбивый. Она просила о защите против врагов, а ты просишь не против врагов, но о своем спасении. Если же хочешь знать и четвертый путь покаяния, то назову милостыню. Она имеет великую и несказанную силу. И на Вуходоносору, который совершал всякого рода грех и всякое нечестие, Даниил говорит, «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдой и беззаконие твоим милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой», – Даниила 4, 24. Что может сравниться с этим человеколюбием? После бесчисленных грехов, после стольких беззаконий, грешнику обещается прощение, если он будет человеколюбив к своим сарабам. Также скромность и смиренномудрие не менее всех сказанных средств заглаждают грехи. Свидетель тому мытарь, который не мог указать на свои добрые дела, но вместо всех таких дел выставляет смирение и слагает в себя тяжкое бремя грехов. Вот мы показали пять путей покаяния. Первое – осуждение грехов. Второе – отпущение грехов ближним. Третье – состоящие в молитве. Четвертый – в милостыне. Пятый – в смиренномудрие. Итак, не оставайся в праздности, но каждый день проходи по всем этим путям, потому что и пути удобные, и ты не можешь отговориться бедностью. Нет, хотя бы жил ты беднее всех, можешь и оставить гнев, и смириться, и помолиться усердно, и осудить грехи. Словом, бедность ни в чем в этом не служит помехою. И что говорю об этом, когда и на том пути покаяния, на котором нужно и сдерживать деньги, разумея милостыню, и там бедность нисколько не препятствует нам исполнить заповедь. Это показало вдовица, положившая две лепты. Итак, узнав способ обращивания наших ран, будем постоянно употреблять эти лекарства, чтобы, восстановив в себе истинное здравие, и вкусить нам с дерзновением священные трапезы, и встретить с великой славой Царя, славой Христа, и получить вечное благо, благодатью и щедротами, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава, держава, честь Отцу со святым и благим и животворящим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.